Молодежная политика в нашем районе по-прежнему в центре внимания властей и общественности. И эта политика реализуется в первую очередь с помощью ученических и студенческих самоуправлений, которые сумели собрать самых активных ребят. Благодаря работе активистов жизнь молодежи интересна и насыщена. Театральная площадь заполнилась сотнями ребят и девушек со всех уголков Славянского района. Все они собрались на слет ученических и студенческих самоуправлений, посвященный Году добровольца в России и празднованию 100-летия Комсомола. К собравшимся обратился глава Славянского района Роман Синеговский, который поддержал молодежных активистов в их важной и нужной работе. Сегодняшний фестиваль местного самоуправления, ученического самоуправления дает возможность, наверное, проявить себя в коллективной работе. Почувствовать плечо друга, управлять, подсказывать, каждому найти свою роль именно в своем коллективе. Ну а я вас поздравляю с открытием вашего фестиваля, желаю вам успешной работы, чтобы была возможность и пообщаться, и отдохнуть. Затем на едином дыхании ребята произнесли клятву молодого поколения. Большой интерес у всех вызвало проведение аэрофлэшмоба, когда все выстроились, образовав слово «волонтер». Торжественная часть слета прошла в зале городского дома культуры. Лидеры самоуправлений рассказали о своих успехах. В их числе был председатель ученического совета при главе Славянского района Сергей Шевцов. Это были новогодний бал, в рамках которого прошла ежегодная церемония вручения премия «Успех». Фотоконкурс «Самое главное и прекрасное», приуроченный ко Дню Матери. Конкурс «Стенгазет» «Нет роднее на свете», на котором старшеклассники вместе с учениками начальных классов подготовили открытки для своих бабушек и дедушек. Также учащицы города и района приняли участие в квесте «Мы едины» в рамках Дня народного единства. И не стоит забывать о самом масштабном проекте ученического совета в этом году – «Песня нашей победы». Наиболее активным ребятам, которые прекрасно себя зарекомендовали в работе ученических и студенческих самоуправлений, были вручены почетные грамоты. Да, эти ребята будут двигать нашу жизнь вперед. Они имеют хорошие жизненные перспективы. А сейчас их очень нужно поддержать. На слете не раз прозвучала мысль, что без поддержки на всех уровнях работа самоуправлений не сможет быть эффективной. Самое главное в работе любого лидера, любого общественника, любого активиста добровольного молодежного движения – это его поддержка. В первую очередь поддержка его инициативы, поддержка его команды, которую он собрал вокруг себя, вокруг своей личности. Поддержка со стороны педагогов, со стороны школы, директоров школ, со стороны поселений, конечно же, власти нашего района. Мы стараемся наших ребят поддерживать во всех их начинаниях – в творческом, спортивном, патриотическом, интеллектуально-творческом, во всех отношениях. Огромный интерес у ребят вызвал молодежный квест. На разнообразных станциях, размещенных на театральной площади и прилегающих к ней парках, юноши и девушки рисовали, читали стихи, пели песни и даже демонстрировали умение обращаться со спальным мешком. Командные лыжи, а также борьба в специальных рыцарских доспехах были очень популярны. Надо ли говорить, что активисты были довольны. Участвую в мероприятиях, потому что это, прежде всего, интересно. Это получение новых навыков, новые знакомства и просто веселое времяпровождение. Тут такой позитив, такая энергия. Мне сразу поднялось настроение, как-то я сразу стала бодро, так весело. И сейчас очень хорошее настроение. Очень весело. Все поют, у кого недостаток баллов, начинают выступать, петь, танцевать, чтобы набрать баллы. Также нас ждет полевая кухня. Да, полевая кухня, где ребят угощали вкусной кашей с мясом, пользовалась настоящим успехом. Впрочем, как и дискотека, где участники слета потанцевали под зажигательную музыку. В молодежном парке любители песенного творчества послушали песни под гитару. Завершилось мероприятие с зрелищным фаер-шоу. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа События.